Современную аквариумистику сложно представить без внешнего фильтра. Рынок переполнен предложениями и комплектациями. У каждого фильтра есть свои достоинства и недостатки. В этом видео хочу поделиться своим опытом в использовании фильтра от компании Tetra EX800. Давайте начнем с комплектации. Перед вами сейчас абсолютно новый внешний фильтр, не потрепанный временем и безжалостной эксплуатацией. Размер фильтра 35 см в высоту. С каждой стороны расположены зажимные клипсы. Защелкивается плотно и туго. Однако, перед тем как защелкнуть эти зажимы, необходимо следить, чтобы ничего не попало в зазор. Даже крупинка песка может повлиять на течь фильтра. Для этого рекомендую протирать края фильтра после чистки. В головку вставляется адаптер для шлангов. По центру адаптера находится поворотный замок. Его после установки необходимо повернуть и опустить черную заглушку вниз. Направляющие адаптера можно поворачивать в нужную вам сторону. Также на них находится кранчик для регулировки потока воды. У меня они всегда полностью открыты. Также на направляющих находятся пластиковые гайки. Они нужны для того, чтобы шланг не слетел при эксплуатации. Но затягивать эти шланги нужно аккуратно, не нужно переусердствовать и использовать гаечные ключи. В комплекте 4 корзины с фильтрующими элементами на ручках. Каждая из них есть стрелка, которая служит ориентиром для правильной установки. Также стрелка есть перед одной из четырех защелок на корпусе. Соответственно необходимо ставить в направлении этой стрелки. Итак, в первой корзине первый фильтрующий элемент это волоконный мелкопористый фильтр синтепон. Затем уголь, губчатый фильтр. Во второй корзине две обычные фильтрующие губки. В третьей корзине пластиковые биологические шарики, в которых должны заселиться полезные бактерии. В четвертой корзине идет губчатый фильтр. Затем керамические цилиндры, которые я в дальнейшем поменяю. Вообще говоря о наполнителях, не стоит думать, что все они должны быть. И менять один на другой нельзя. Забегая вперед, скажу, что в течение эксплуатации я поменял почти все. Уголь я вообще использую редко, только во время болячек в аквариуме. Иногда в корзину засыпаю циолит при необходимости. В общем, все это дело можно менять при необходимости. Продолжение следует... В комплекте имеется 8 присосок. 6 для шлангов и 2 для пластиковых трубок, погружаемых в воду. Присоски со временем приходится менять. Это расходный материал. Также в комплекте есть сменные ножки разных размеров. Две пластиковые изогнутые или, как говорят, У-образные трубки. Распылительная трубка длиной 40 см. Но за счет того, что она состоит из двух частей, ее можно уменьшить при необходимости, переставив заглушку. Шланги, которые идут в комплекте, их два, длиной по полтора метра, а в диаметре 16 мм. Всасывающая трубка телескопическая, ее максимальная длина 40 см. На ее конце расположена продолговатая колба, на которую одевается губка для грубой очистки. Сразу скажу, что данная губка неудобная, крупнопористая. Стоит ее заменить на что-то более существенное. Даже чулок и то будет функциональней. Да и внешний фильтр не так быстро будет заполняться грязью. На корпусе фильтра снизу есть четыре прорезиненные ножки, что позволяет снизить фибрацию и, соответственно, шум. Отдельно хочется сказать про пусковую кнопку для подсоса воды. Вещь, конечно, нужная, но хватило ее ненадолго. Для первых двух запусков. Потом стала клинить. И в итоге сейчас она не подымается вообще. Приходится запускать по старинке. Теперь давайте посмотрим, как фильтр выглядит после долгой эксплуатации. Проведем его чистку и установим обратно. Так как аквариум явно перенаселен, чистка проводится раз в три месяца. Сейчас вы увидите всю грязь, которая в нем скопилась за это время. Стоит сказать, что данный внешний фильтр Tetra EX800 рассчитан на аквариум объемом от 100 до 300 литров. Заявленная мощность не соответствует действительности, как и у многих других производителей внешников. Средняя скорость потока примерно 150 литров в час. Если делать замер сразу после чистки внешника, скорость потока значительно выше, примерно 400 литров. Хотя изначально, когда фильтр новый, поток воды почти полностью соответствует. Но стоит учитывать, что на мощность влияет множество различных факторов. И то, что мощность не совпадает у многих производителей, это скорее норма. Напишите в комментариях название внешнего фильтра, в котором соответствует заявленная мощность. Действительно, если вам, конечно, попадался такой вообще. В ближайшее время я буду запускать аквариум и, возможно, внешний фильтр выберу тот, который посоветуете. Именно вы. Соответственно, на канале PAR появится обзор на новый внешний фильтр. Ну, а до сегодняшнего дня мне приходится выбирать фильтр с запасом. Продолжение следует... В целом, фильтр достаточно тихий. Удобный в использовании, радует комплектации. Чистить его легко и просто. Вскрываем, промываем, все содержимое. Конечно, лучше всего промывать в аквариумной воде, однако грязи столько, что без проточной не обойтись. Шланги я прочищаю специальным ершиком от этого же производителя. Обзор на этот ершик есть на канале PAR. Вообще, меня лично очень радует, что на данный фильтр несложно найти запасные детали. Даже если их нет в наличии в зоомагазине или аквасалоне, их легко заказать в интернете или прямо в магазине. Это не только присоски, но и флейта и даже адаптер. В общем, с запаской проблем вообще никаких нет. Часто встречается информация в интернете, что тетровские внешники текут. С данной проблемой я к радости не столкнулся ни разу. Возможно, кому-то попадается брак. Техника есть техника и брак всегда возможен. Но меня эта проблема обходит раз за разом стороной. После чистки фильтра и установки корзин с фильтрующими элементами, я с помощью сифона заполняю его водой из аквариума. После чего устанавливаю уголовку. На мой взгляд, так быстрее его запустить. Тем более, как уже говорил выше, кнопка насос у меня уже не работает. И мне приходится затягивать воду в шланг по старинке. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, оно будет полезным тем из вас, кто только планирует обзавестись данным фильтром. Обязательно оцените данное видео пальцем вверх. И до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok